Продолжение следует... Начал уставать, но уставал по-своему. Когда он устал, то он позвал другого человека и сказал, вот победа есть, а наука еще не построена, империя есть. А какая она, где ее границы, мы вот не знаем. Есть материк Азия, а примыкает ли она к Америке, мы не знаем. Вот пойди и проверь. А другой человек был, тоже не молодой, но и не старый по нашему, обыкновенный человек. Он сказал, хорошо, сделаю. Собрали они молодых матросов, штрафников и пошли. Пошли через самую большую в мире страну. Без дорог. Везли с собой веревки, якоря, паруса. Пришли к неведомому морю, которого местные люди называли Лама, что значило просто на их языке море. Они посетили берег Америки, они проложили нашу северную границу. Они оставили память о себе в названии нашей великой страны. Я, Дмитрий Овцин, обещаюсь всемогущим Богом верно служить его величеству, Петру Великому, императору и самодержцу Всероссийскому. И должен везде и во всяких случаях интерес его величества и государства пристерегать и охранять и извещать, что противное услышу и все вредное отвращать. И все прочее, что к пользе его величества и его государства Чинить по доброй христианской совести, без обману и лукавства, Как доброму, честному и верному человеку надлежит, Как должен ответ дать в день судный, В чем-то вложит мне Господь Бог всемогущий. Митя? Здравствуй, князь Иван. Смертоносная сила возымила болезнь государя. Сам сказывал, что из него где познать можно, Коль бедное животное есть человек смертный. Я по казенному делу очень спешу. Опаздывать нельзя, Митя. Император изволит требовать Господь комиссию к себе. Федор Матвеевич дурное здоровье заставляет вот дома сидеть И передавать другим важные дела, которые сейчас для меня трудны. Вспомнил я на этих днях то, что забывать приходилось за множеством дел. Абрам Петрович, карты подай. Ты, Беринг, в Индии был. Корабельную службу знаешь. Надо положить достоверный путь к нашим землям, Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше Ледовитое море. Дело большое. Но если повеление ваше таково будет, то надо сперва положить на карту берег по Ледовитому морю. Ты, Беринг, это сделаешь вашей волею, Государь. А ты сделай своим умом. Попробуй. Ты, Беринг, человек усердный. Я волю с тебя не снимаю. Кто карту чертил? Мичман Овцин. Он здесь, Государь. Затейно. Умело даже. Хотя, Мичман, напрасно ты столько китов нарисовал. Кит не карта, он уплывает. Так вот, Мичман Овцин, пойдешь ты к Ледовитому морю карту снимать и проверять, как там киты твои плавают. Пойду, мой государь. На боте пойду. Бойкий ты. Кто твой учитель? В последнее время лейтенант Чириков. Ты уж учеников имеешь. Бьешь ты их часто? Как по закону положено. Два раза в неделю. Но Дмитрий Овцин, государь, науки крепко помнит. А с плетьми крепче науку помнить будет. Крепче, Мичман? Крепче, мой государь. Абрам Петрович Мичману подари мою готовальню. Тебе, Чириков, поручаю до отъезда отобрать в морской академии дюжину молодцов, таких, как Овцин, чтобы шли к Ледовитому морю. А ты, Беринг, когда вернешься, расскажешь, что там видел. Дожить бы мне. Государь, дни ваши будут долгие. Но вы утомлены сейчас великими заботами и огорчениями. Заберите карты и идите. Трудно мне. Вот лежишь, а где край своей земли, не знаешь. Катя! 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 Трудно мне. Вижу край жизни своей. С каждой почты стану писать. Раз в четыре в год письма получать будешь. Теперь я уже знаю, мы никогда больше не вернемся к Орсенце. Катя! Я еще раз буду тебя ждать. Почему ты напросился в эту сынку? Я буду сердцем своим здесь, возле тебя. Катя! 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 Я и уезжаю. Ты не торопись. По ассамблеям не рыской, учись. Ну? Будешь на Ледовитом океане, он тебя доучит. С Богом! Трогай! Петер. Прости меня, Петер. Тебя. Меня. Тебя! Алексашки, сохрани голову. Прости мошенника. Бумагу. Я ему напишу прощание. Отдайте все. Все. Петер. 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 Сюда! Не пьяна, дорогая! КОНЕЦ КОНЕЦ Что съесть? Что видим? КОНЕЦ КОГО МЫ ЛИШИЛИСА? ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ, РОССИЯНЕ? ПЕТРА ВЕЛИКОГО ПОГРЕБАЕМ? КАКОВО РОССИЮ ОН СВОЮ СДЕЛАЛ? ТАКОВА НА И БУДЕТ! СДЕЛАЛ ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮБИМОЮ? ЛЮБИМЫЙ БУДЕТ! ДЛЯ ВРАГОВ СТРАШНОЮ? СТРАШНОЮ ОНА БУДЕТ! СДЕЛАЛ ОН ЕЁ НА ВЕСЬ МИР СЛАВНОЮ! СЛАВНОЮ ОНА БУДЕТ! И БЫТЬ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ! НЕ СЛЫХАННОЯ В ТЕБЕ ОТ ВЕКО РОССИЯ! ДЕЛО СОВЕРШНО! СТРАЕНЬЕ! ПЛАВНЬЕ КОРАБЕЛЬНОЕ! НОВЫЙ В СВЕТЕ ФЛОТ! УДИВЛЕНА ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ! И ОТКРЫТЫ ТЕБЕ НАВСЕГДА ВСЕ ПУТИ ВО ВСЕ ОКОНЦЫ ЗЕМЛИ! И ПРОСТЕРТЫ ТЕБЕ СИЛЫ И СЛАВА ДО ОКЕАНА! УШЕЛ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК! КАЗАЛОСЬ, ЧТО ВСЕ ОСТАНОВИЛОСЬ! ВСЕ РУХНЕТ! ОТ ИДУТ ЛЮДИ, ПОСЛАННЫЕ ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ ОПРЕДЕЛИТЬ КРАЯ РОССИИ! ВПЕРЕДИ ТВЕРЬ, КАЗАНЬ, УРАЛ, СИБИР! НАМЕЧЕНЫ В ТАЙГЕ ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ НА ВЕРСТАВЫЕ СТОЛБЫ И КОРАБЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ! ЛЮДИ ПРИДУТ К НЕВЕДОМОМУ МОРЮ, ОГНЕНЫМ ГОРАМ! И С ИХ ПРИХОДОМ ТЕ БЕРЕГА НАЧНУТ ОТСЧЁТ СВОЕГО ВРЕМЕНИ! ЛЮДИ ПРИХОДОМУМУММА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Лейтенант Топсон, срочный пакет из Санкт-Петербурга. Лейтенант Топсон, срочный пакет из Санкт-Петербурга. Лейтенант Топсон, срочный пакет из Санкт-Петербурга. Лейтенант Топсон предавали престол, суетились, и не было места и времени для экспедиции, посланной Петром Великим. Лейтенант Топсон, срочный пакет из Санкт-Петербурга. Лейтенант Топсон, срочный пакет из Санкт-Петербурга. Лейтенант Томбо и Магеллана. Это древний морской обычай. Впереди Сибирь, Урал, Казань, Тверь, Санкт-Петербург. Они пришли с великой удачей, но это им запишут как неудачу и скажут, идите и переделайте заново все. И придется им повторить подвиг. На это уйдет 20 лет жизни. На ос надо идти, командор. Я знаю. Точно, точно знаю, Америка. Алексей Ильич. Америка, а? О, Господи, все льды видятся. Благоденственное и мирное житие, В траве жизнь спасения, Во всем благое поспешение, Изобилие плодов земных, Подасть, Господи, Благочестивейшему государю императору Петру Алексеевичу. Благочестивейшему государю императору Петру Алексеевичу. Скажи ей. Анна на престоле. Анна Ивановна. Хорошо, скажи. Анна Ивановна на престоле. Понял? Анна? Подасть, Господи, Благочестивейшей государю императору Анне Ивановне. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Ку-ку! Ку-ку! Здравствуйте, Иван Александрович! Как же ты сюда попал? Ах, прыгал, прыгал и допрыгал. С офицером был, инженером был, в Сибирь сослан был. А теперь при матушке царице состою в главных придворных императорских шутах. Я про вас прослышан. Ну как же вы так? При таком чине и звании здесь шута. Ах, в этом ничего обидного нет. Князь Болконский шут, Апраксин шут и... И есть вакансии. А это что? Киты. Правильно, и ты. Это воровань. Воровань нам нужна для фонарей. Продавать можно. Юфт сделаем. А вот зачем мне так много воды? Такие большие океаны. Я торговля и славы, всемиростливейшая государиня. Без воды нет торговли. А у тебя какое прошение? Мы изношены на парусину. И много надобно? Пять тысяч аршин. Герцог, у нас есть парусина? Есть. А, тогда и ему. Продано. В Англию, Холландию, Швецию и во Францию. Теперь все воюют. Всем нужны паруса. Дурачье. Воевали бы на галерах. Там весла деревянные, на веслах каторжники. Одна прибыль. Послушай, чье это имя у тебя на карте написано? Дмитрий Овцин. Это который Рерикович? Да. А ты его у Долгоруких видел? Да. Смелый человек. Такому лучше не жить. Беринг. Иван Иванович, где он у тебя? На Ледовитом океане. На Обском берегу. А подальше его отослать нельзя? Дальше там одни льды. Белые. Запомни, Чириков, чтобы этот Овцин у тебя не служил. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, господа капитаны, идите. Герцог бумажку мне напишет, а я подпишу. Государня, бумага есть. Нам парусина завтра надобна. Я ее продала. Я жалования шкурками плачу. А за парусину мне золото. Ты, моряк, коммерции не знаешь. Плавай, русские люди храбрые. Ну-ка, сыграй-ка что-нибудь, господам капитанам. Слушаюсь, Ваше Величество. И-и-и-и. Слушаюсь, Ваше Величество. Можете шаловаться. Недаром вспомнила императрица Овцина. Думает Митя, стоит ли ехать в Березов. Катя, княжна, которую любил я детской любовью. Катя, бывшая невеста императора Петра Второго, теперь арестантка. Катя в Березове. В том Березове, где умер и заморожен в земле, как мамонт князь Меньшиков. А как мимо проехать? Трус я или не трус? Офицер я или нет? Заехал. Тюрьма. И ждала, не думала о тебе встречу. Я все время думала о тебе. Возьми на счастье. Ты теперь всегда будешь со мной. Что про мою крутинушку, никто про нее не знает. Ой, вот не знает. Здравствуйте, батюшка. Здравствуй, майор Петров. И ты, Оська, здравствуй. Я тебе не Оська, а чиновник 13 класса. Человек нешельмованный и неподнадзорный. Ось Михайлович Тишин, приказной секретарь. Лейтенант Офцин. Майор Петров. Городничий. Ну, какие новости у вас? Ну, а новости у нас мореходные. Производили триангуляцию. Пытались пройти к Канянскому проливу. А... А вот батюшка говорит, что никакого пролива между Азией и Америкой быть не может быть. И это видно по Писанию. Значит, нет ему. Потому что быть ему не должен. А почему это его нет? Когда Витус Беринг сам его видел. А ведь он был послан императором недаром. Видал да не досмотрел. Такой пролив быть не может. Потому не может быть никогда. Слушай, батю, он хоть и сильный, но в Киеве учился. И не только одну арифметику Магнитского читал. А потому не может быть, что люди произошли от Адама. А в Америке люди есть. И прийти они могли туда только по-сухому, а не через пролив какой-нибудь, через который Беринг не прошел. Там гряда. И обойти ее невозможно. Говорить про Анянский пролив, богохуление и подрыв веры. Император это хотел миру доказать. Вас дураков посылал. Ну, этого мы говорить не можем. Будет разъяснение с сената и сенода, тогда поговорим. Молодые люди, простите. У меня завтра служба. Я и то засиделся. Не обижайся, батю. У нас ведь такой разговор. Домашний. Вот я домой и пойду. Я тоже пойду. Как-никак корабль пришел и бумагу писать надо. Что с тобой? Это ничего. Мне вот только живот прихватило. На поветуху послана? Я пошлю. Вот вы, господин лейтенант, мне руки не подали. А я приказной секретарь и по табелю рангов с лейтенантом вровень. Признаю. Я, конечно, понимаю, что Овцын хоть и не князья, но из Рюриковичей, а я приказной. Но по уставу вы все-таки должны были мне руку подать, потому что я благородный. Овцын по морю плавает. А вы, господин Тишин, к княжне Екатерине с непристойностями пристаете. А я, может быть, ей руку и сердце предлагал. Да ты сообрази, кто ты и кто она. Она арестантка, хотя получает рубь в день на пропитание. А я 13-го класса. Вот еще бунтовское племя родится. Смириться надо. Стала бы государева невеста Тишинской женой и поняли бы все, что смирились долгорукие. А то тут гордость да проливы, а все это плевка не стоит. Слушай, Тишин, у долгоруких родни много. Ты здесь над женщиной не издевайся, князя не запугивай. Она арестантка, я за ней надзираю. Ты шельма. Это ты шельма и бунтовщик против Бога и государыня. Ты зачем в изменный дом приехал? Все здесь долгорукие. И ты. Изменные речи. Слово и дело государева. Слово и дело, слово и дело, слово и дело. По именному я императорской руки Анны Иоанновны указу, имеющихся в ссылке в граде Березове девку Катерину, дочь Долгорукова, постричь в монахине по обыкновению, князя Ивана Алексеева, сына Долгорукова, а также лейтенанта Овцина, отправить в Тобольской приказ и содержать под наикрепчайшим караулом. Подай. Лошади в разгоне, господин Чириков. И людей у меня нет, а вот бумага составлена не по правилам. Имени царицы нет, в подписи не изображено. Значит, дело ваше не чрезвычайное? Бумага от правительствующего сената и лошадей вы нам дадите, а людей штрафованных, пригодных морской службе. А также дадите и штрафованных Овцина, Дмитрия. А за хлопоты мы будем благодарны особо. Особым и весьма строгим указом, господин Тишин, под барабан оглашенным запрещено, как преступное дело, деньги с изображением августейшей персоны на пол метать, дабы он и не были попраны на той земле. Дерзкими ногами. Подними с полу священный лик, государы не императрицы. Как лежал сей целковый? Ликом вверх. Ты, Тишин, хотел его нарочито ногами топтать. Зови Караул. Здесь изменное слово и дело. Осень Михайлович, сознался во всём. Зови Караул. Вон! Пади вон. Тише, 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 тише. Так, господин офицер, разве я грубиян какой? Я ведь так, обмахнулся. И разве я ваше дело не выполню? А кто Митьку-то тебе выдаст, кроме меня? Выдашь лошадей, чтоб кормленные были, но и людей, и штрафованных. Митька Овцин, плут из Шельма. Он на дыбе дерзил. Сей обученный человек мне для государственного дела нужен. Оштрафованные люди к посылке в далёкие экспедиции предназначены. Полушубок у вас хороший. Ну что ж, меняем Соболей на Овцина. Слышал я, их высокородие командор Беринг хлопочут за Овцина. И район сейчас освободят. И вы останетесь с чужим гербовым кольцом. Как это с чужим? Да уж так. Колечко-то вам придётся мне пожаловать. За Соболей. Алексеевич, а как тебе удалось меня вызволить-то? А по ихним уже словом и делом пристращал. Ну и выкупил. О, да я ж тебя обручил с бедой-то твоей. Как же беда-то произошла, Дмитрий Леонидович? Да арестовали нас по Тишинскому навету. Майор Петров, воевода, ну и меня, конечно. Князя Ивана к стене цепями приковали, пытали. А он такой попытками говорил, что не спрашивай. Жена у него родила несчастлива. Майора Петрова голову отрубили. А ты как? По тремя пытками устоял, под огнём отпёрся. Вот о князе Иване ничего не знаю. Четвертован. Тело на колесо положено. А Екатерина Алексеевна как? В монастыре. В Воскресенском, под Новгородом. Спи, Митя, спи. Много ещё майты впереди. Опять идут люди, посланные волею Петра. Разбужен весь полярный край от Архангельска до Колымы. 12 лейтенантов флота идут сейчас по рекам, зрящим на север. И Дмитрий Овцин лейтенант Петровского флота, а ныне матрос был среди них. Здесь строят порт. Имя он обретёт, когда будут спущены на воду корабли Беринга и Чирикова, Святой Пётр и Святой Павел. Петропавловск. Это Стеллер. Портрета его нет. Он называл себя авантюристом, а был он героем. Он приехал в Россию 25-летним юношей. Учили его русскому языку ямщики и матросы-колодники. Он написал справедливую книгу о походе Беринга. Он писал правду про новую родину и говорил о ней правду. Его то арестовывали, то освобождали. Он умер 37 лет, обвинённый в том, что он заступался за Камчедалов. Ну что там? Я говорю с господином Берингом. Да. Ну? Я говорю, что с этой нитки вы проколете ткань, но вы не сошьёте ткань. Вы ничего не увидите. Однако, вы не очень вежливее с начальством. Может мне пойти и посоветовать, какой нужно искать лес, для того, чтобы сделать хороший деготь? Я полагаю, что это сейчас нужнее, чем вежливость. Нагрубил? Что? Нагрубил, Ваше высокородие, хулу извергал. А ты кто такой? Сам я, стародубцев. Это я тебе. Отряд 20 вазов. И вот этого лютеранина. Доставил. Лютеранина? Кто? Гемец, Швейд, Голангец? Тоже его знает, иноземец. Его из Якутики никто не хотел сюда везти. Осерчали там в него. Но мне Бог судил дорогу и плен, вот я там и оказался. Я в дороге водку обучил пить. Крысь для него ловил, крытостая поймал. Он у него в рукавице живет. Вот привязался ко мне иноземец. Отец, говорит я ему, и оду про меня сочинил. Ох! Отец я ему, ладно, и стихи можно. Только вот что, если бы не я берег, не было бы у тебя 20 вазов. И вот еще пакет тебе из Тобольска привез. Курьер по дороге умер. Милостливей ко мне, отец и государь Витас Иванович. Ты на край земли идешь, командор. Возьми меня к себе на службу. Потому как возвращаться мне обратно не резон. Ну что ты? Спрос мне хотят учинить по делам веры. Иди к миссеру Савва. Скажи, что я велел. Возьми меня к себе на твоего Богородице. И на приемке чистая Владычица. Все в нее беды и славы. Славы твои. Славы, проколковные аппетиты. Хорошо бы тебе пойти на флагманском корабле, Митя. А почему не с тобой? Командор лучше сможет защитить тебя. Славы, земля полночная. Язык, как православный, Хор боляет и блажит. И славит предчистое Рождество Твое. Молодиня, Папа Небесная. Митя, господин командор не возражает, чтоб ты был с нами. С Богом. Идем. КОНЕЦ Вот перед вами карта Делиля. Карта секретная, только сейчас вы имеете возможность ознакомиться с ней. Участником нашей экспедиции является брат знаменитого Делиля, профессор астрономии Людвиг Делакроэр. Ему слово. Все разумеют, что нужно держать сперва курс на Землю, который некогда узрел, Джоанн де Гамма. Полагаю, по рассуждению с моим братом, там много сокровищ. Курс зюд-ост, тень-ост до 47-го градуса северной широты. Там не только нет сокровищ, земли-то совсем нет. Знаю, знаю. Итус Иванович, помните, мы говорили с овцем? Нет, зачем же глазу на глаз? Полезно всем ознакомиться с его мнением. Господа офицеры, прошу вас выслушать мнение Дмитрия Овцина. Человек он для нас новый. Ныне он матрос, но некогда занимался картографией для цели Петра Великого. Надеюсь, господа, что вы будете способствовать, дабы матрос Овцин был возвращен преди офицеров российского флота. Говори, Дмитрий. Митя, помни. Господа, о первоначальном курсе следовало бы подумать. Земля это плод фантазии. Так же, как сомнительный мореплаватель, якобы ее открывший. Вы бы не могли дать разъяснение, профессор, почему вы все-таки обозначили эту землю на карте? Земля не нуждается в подтверждениях. Она существует. Есть и свидетельства. Какие? Простите, что вы хотите сказать? Мне думается, чтобы выполнить инструкцию Сената, нам разумнее пойти сейчас к Америке, а эту землю проверить на обратном пути. Простому матросу здесь позволяет оспаривать мнение знаменитого Дериля и инструкции Сената. Простите меня, господа. Так научные споры не ведутся, профессор. Простите, а кто вас сюда приглашал, господин Стеллер? Я не моряк, но как человек науки вы могли бы меня пригласить. Я ухожу, ухожу. Но запомните, профессор, в ботанике мы никогда не делаем описи растений, которых в глаза не видели. А вы работали по заданию Петра Великого. Это высшая рекомендация. Вы знаете, мне хотелось вас угостить. Вы где учились? В морской академии. А вы? Я... Я... Я авантюрист. В Россию, не сказать счастье, приехал недавно. А русскому языку учился у Феофана Прокоповича. Был у него врачом. Это тоже неплохая рекомендация. Ну что ж, будем друзьями. Дейте вас. Так. Деван! 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 В конце мая 1741 года все нужные приготовления для американского путешествия были закончены. И оба судна, Святой Петр и Святой Павел, могли выйти из гавани, чтобы на рейде Авачинской бухты выждать попутного ветра. Я ехал на Святом Петре, капитаном ему был Берин, 7-6 человек команды матросов, солдат и переводчиков. Другое судно Святой Павел имело также, соответственно, экипаж и находилось под командой капитана Чирикова. Пошел, шпиль! Петри! Петри, 5 сажа! Якорь чист! Боцман, крепить якорь кораблю! Массовый панестан! Чурворд помало. Поддерживаем. 6 июня, около 9 часов утра, мы наконец начали свое путешествие. При благоприятном ветре и хорошей погоде вышли из Авачинской бухты в открытое море. И 11 июня были уже на расстоянии 150 голландских мид от Авачи. Передай капитана Чирикоу, иди вперед нас. Слушаюсь, господин командор. Отдать сигнал. Димитрий! Я только что распечатал пакет. Там предписано содержать тебе строго по правилам. Откуда пакет? Из Тубольска. На корабле вынужден принять человека, который должен смотреть за тем, чтобы все чинилось по регламенту. Он же будет исполнять должность профоса. Надо было отплыть нам раньше. Меня закуют в железо? Нет. Тебе велено использовать только на самых трудных матросских работах. А я хотел сделать тебе своим адъютантом. Ну иди вниз. Дайте пушку. Пушка, блин! Еще вчера я проверил счисление. Уже со вчерашнего дня мы идем по земле Дегамы. Земли нет. Что делать, командор? Продолжайте идти тем же курсом. 12 июня, несмотря на все мои доводы сохранять курс, капитан повернул на север. При этом приключилась беда. Вследствие туманной и пасмурной погоды мы потеряли из вида святого Павла и потом не могли найти его во все дальнейшее путешествие. Куда ты? Черт! Киди парус! Киди парус! Киди парус! Старик. Старик. Черт! Где десертир? В куврике! В куврике! В куврике! Государственный преступник! Вот вам средств! Такими словами, не жмите десертир. Если, не дай Бог, это злой навес на Беринга, не избежишь вы его суда! Ну! Я повинен свершить суд над тобой, потому что я видел таких, как ты! Позвать пропосор! Поднесите его в офицерскую каюточку. Стой, чек, вверх! Ты будешь захованным в железа до возвращения. Далее я должен отправить тебя в Петербург. Зачем ты здесь? Иди в каюту. Господин командор, течением с востока принесло к нашему борту вестников с американского континента. Осень настанет скорее, чем мы достигнем Америки. И еще я скорблю о том, что мы остались одни. Земля! Земля! Эй, вставай! Земля! Красный! Земля! Пять-два! Пять-два! Ни в Сибири, ни на Камчатке. Может, эта гора открывается, мореплавать... В Дерлине это Америка. Вперёд! 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 Волгин! Плей! 15-20. 15-22. Возьми пилинг. 38. 92. Капитан-командор, я слышал, что вы запретили кому бы то ни было ступать на берег. Опасаюсь, что вы задержите нас. Погода нам ещё благоприятствует... Меня устраивает любая погода. Дождь, буря, гром! Да даже смерть меня устраивает. я должен побывать на этой земле. Обслышите меня, капитан. И пробыть там столько, сколько это понадобится мне. Я на вас буду публично высокоправительством ищему Сенату протестовать! вы... 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 вы же... предатель интересов страны, которой вы служите! у вас... у вас... грубая душа Ранс-Кнехта! вы... 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 dumpel подъёмкта! но вы не задерживайтесь.. Я что-то плохо вижу вас, Стэлэрн. Командор, вы больны? Это Цануга. Да, действуйте и запомните, я не священник, отпускающий грехи себе, Иван. Не заберите свою швагу. КОНЕЦ Я в сопровождении всего лишь одного казака очутился на острове и немедля направил свои шаги вглубь страны. Пройдя сверсту, я наткнулся на следы человека. Пройдя верст шесть, я очутился перед скалой. Идти дальше было невозможно. Время, затраченное здесь на исследование, обратно пропорционально времени, затраченному на приготовление. Десять лет продолжались сборы, и только десять часов пошли на дело. Пронеслась буря со снегом. Мы плыли с Божьей помощью, куда нас гнало разгневанное небо. Половина нашей команды лежала распростертой. Молились горячо и много, но проклятия, накопившиеся за десять лет пребывания в Сибири, лишали возможности быть услышанными. Между тем, наши больные умирали от снеги так быстро и в таком большом количестве, что едва хватало сил управлять судном или менять паруса. Я не преувеличиваю опасностей. Самое красноречивое перо не в состоянии описать нашего бедственного положения. Сибири 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 Это я, ваш вискородие. Я вам огня и поесть принес. Где мы? Черт знает, где мы. Что это поет, будто судный день настал. Умерли барабанщик, осень Ченцов, морской гренадер Иван Давыдов и отец Инарион за священника корабельный секретарь. Что на вахте было, доложи. Матросы, земля, Камчатка! Братцы, Камчатка! Земля! Братцы, Камчатка! Да нельзя! Это безумство! Люготным нельзя! Самый воздух – это смерть! На воздух нельзя больным! Вы же умрете! Камчатка! Аккуратно! Господи, Господи! Земля! Поздравляю вас, Дмитрий. Видит Бог, мучения наши кончились. Ваши сокроводие. Просите. Просите, господин командор, но новость! Новость, господа! Ваши сокроводие. Ага. 55-56 градусов северной широты. То есть, значительно северная Овчинская бухта. Так понимаете, господин Хауст? Именно так, командор. Правда, я счастливее не делал, их сделал гордоварин по моей просьбе. Когда ты делал? В полдень, я долго ждал солнца, оно показалось, но тут же вскоре скрылось. Я очень торопился, господин командор. Можно верить точности счастливе. Мне нужно было торопиться, но господин Овцы научил меня быстро делать счастливе. Ваше мнение, Овцы? Господа, это не материк, это остров. Правда, возможно, очень большой, но это остров. А почему нам нужно двигаться на Зюд, обойти этот остров и дальше двигаться на Вест к Камчатке? Я уверен, что земля где-то рядом. Через три дня вся команда погибнет. Ему мало, что многие умерли. В вере счислением юнса гардемарина? Особлюдали бы! Устав императора Петра Великого, как этот гардемарин! А то в вашу вахту, Сафрон, я почти всегда вижу запись, что определиться не можем, ибо не видно солнца. И эту запись я видел даже тогда, когда было солнце! Откройте двери! Отдайте якоры! Помогите мне, господа, чтобы я могу увидеть землю! Катерина Продолжение следует... 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 Мне теплее так... И эту могилу я сам себе избираю... Приказание это запишите... В конце записи припишите... Что ответственность за приказание на мне лежит... Потому что я открыл этот остров... И значит... Один им управляю... Я... Подпишу бумагу... Товарищи матрос... И вы, господа офицеры... Уходите для того, чтобы обеспечить... Себе дневное пропитание... А ты стала... Приблизься... Разверни Библию... На гневе страдания... Иова... Прочти меня... Но, может быть... Я до конца не услышал... Как не из праха... Выходит горе... Так не из земли вырастает беда... Прочитай... Про искру... Человек... Рождается для страданий... Чтобы, как... Искра сгорая... Устремляться влысь... Прощай, Стеллер... Ты хороший ботаник... И друг... Дмитрий... Положил ты на карту... Наш остров... Так, ладно... Положил... Солнце сегодня, короче... Сбереги... Эту карту... И... Эта... Прощай... Дмитрий... Я хочу... Тебе... Сказать... Свою... Последнюю волю... Эту... Берем... Свою... В ию... Эту... КОНЕЦ КОНЕЦ А вы, датский, не забыли? Человек рождается на страданиях, как искра, чтобы, сгорая, устремляться вверх. Библию командору читал перед смертью Стеллер. С этими словами умер на острове ваш отец. Никогда я не видел командора таким молодым. Долго был с ним уйти? Год. До самой смерти. Умирал на твоих руках. И хоронили без гроба? Нет, нет. Там нашли какую-то доску, а то он сам строгал. Да. Умирал командор. Плакал. Благодарил вас, просил простить его. Передай ей. Пусть дети мои станут моряками русского флага. Пусть она отведет их к Чирикову. Он научит их морскому делу, если сам вернется. Если же нет, пусть найдет другого милостивца. Я так и знала, что ты не с добрым словом пришел ко мне. Так мне сказал. Помнишь, Митя, эту комнату двадцать лет назад? Ино пели, танцевали. Приходили молодые господа, офицеры. Танцевал тут господин Шелюскин. Очень красивый человек. И братья Лаптева приходили с женами. Красавцы. Тронщичево все станцевали. Иногда даже Витов танцевал. С топором. Показывал, как они танцевали в берегов Ост-Индии. Где они сейчас, эти господа? Имена их на картах. Челюстки. Самый северный мыс. А сам он мертв. Прончичев погиб. Вместе с женой похоронены. Их именем бухты названы. Пропали братья Лаптевы. На зимовке. А Беринг? Командор Витовт. Он море, пролив, острова. Острова. Чириков после того, как нас вскидала бурю, шел своим путем. Я Америку на два дня раньше открыл. И мимо нашего острова пришел, нас не заметил. Ту готовальню, которой тебя государь император одарил, ты получил? Не до того было. Жаль. Я забыл присмотреть. Сходи в кунсткамеру. Там государь его вещи лежат. Поклонись его памяти. Редактор субстан «Симон» Продолжение следует... Не узнаешь? Это бывшая государь императора, невеста и твоя подруга. Березовская ссыльная монахиня. Ныне супруга генерала, шефа Брюса. Мой друг Дмитрий Овцин. Вернувшийся из большой экспедиции к берегам американским по нанесению на карту наших северных морских границ. Я б тебе слыхал от жены. Ты поступил с детской нездержанностью и рыцарской прямотой. И хоть так поступать и не надо, но я так не поступаю. Но тебя уважаю. Ваше императорское величество, разрешите представить вам лейтенанта Овцина Дмитрия Леонтьевича, выведшего команду с островов, ныне именуемых Командорскими. Ишь, как тебе щеку-то попортило. Ну что просишь, Овцин? Ваше императорское величество, разрешите просить о снятии насчета с семьи Беринга. А за что сделан насчет? За раздачу шкур команде. Своевольно. Ваше императорское величество, сделано это в величайшем бедствии. Острова богатые? Котики водятся там бесценные, бобры, рыба. А хлебопашество? Хлеб не растет. Хлеб не растет. Но для себя чего просишь? Службе, Ваше величество. Хорошо сказано. Вставай. Пытан? Пытан, Ваше величество. Бумага о твоем представлении целый год лежала у меня на столе. Но мне так трудно жить. Столько дел. Считай свое старшинство с тех пор, как Беринг тебя представил. Пускай про Беринга напишут. На мое имя. Ну а теперь ступайте, танцуйте. Это вам не Командорские острова. Митька. Алексей. Я опять опоздал. Иди. Иди к нему. Я подожду. КОНЕЦ. 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 Я, Дмитрий Овцин, обещаюсь всемогущим Богом верно служить Его Величеству, Петру Великому, императору и самодержцу Всероссийскому, и должен везде и во всяких случаях интерес Его Величества и Государства престерегать и все прочее, чтоб пользу Его Величества и Его Государства чинить по доброй христианской совести, без обману и лукавства, как доброму, честному и верному человеку надвижить, как должен ответ дать в День Судный. Как должен ответ дать в День Судный. КОНЕЦ. 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 Митя? Здравствуй, князь Иван. Смертоносная сила возымела болезнь государя. Сам сказывал, что из него где познать можно, коль бедные животные есть человек смертный. Я по казенному делу. Очень спешу. Опаздывать нельзя, Митя. Император изволит требовать господ комиссию к себе. Федор Матвеевич дурное здоровье заставляет вот дома сидеть и передавать другим важные дела, которые сейчас для меня трудны. Вспомнил я на этих днях то, что забывать приходилось за множеством дел. Абрам Петрович, карты подай. Жил человек, не очень счастливый, большой человек, умный, сильный. Был сперва молодым. В молодости с него были неудачи. Потом пошли удачи, победы. Начал уставать. Но уставал по-своему. Когда он устал, то он позвал другого человека и сказал, вот победы есть, а наука еще не построена. Империя есть. А какая она, где ее границы, мы вот не знаем. Есть материк Азия. А примыкает ли она к Америке, мы не знаем. Вот пойди и проверь. А другой человек был. У них же тоже не молодой, ну и не старый по нашему. Обыкновенный человек. Он сказал, хорошо сделаю. Собрали они молодых матросов, штрафников и пошли. Пошли через самую большую в мире страну. Без дорог. Везли с собой веревки, якоря, паруса. А пришли к неведомому морю, которого местные люди называли Лама. Что значило просто на их языке море. Они посетили берег Америки. Они проложили нашу северную границу. Они оставили память о себе в названии нашей великой страны. Я, Дмитрий Овцин, обещаюсь всемогущим Богом верно служить его величеству Петру Великому. Ты, Беринг, в Индии был. Корабельную службу знаешь. Надо положить достоверный путь к нашим землям. Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше ледовитое море. Дело большое. Но если повеление ваше таково будет, то надо сперва положить на карту берег по ледовитому морю. Ты, Беринг, это сделаешь? Вашей волею, государ. А ты сделай своим умом. Попробуй. Ты, Беринг, человек усердный. Я волю с тебя не снимаю. Кто карту чертил? Мичман Овцин. Он здесь, государь. Затейно. Умело даже. Хотя, Мичман, напрасно ты столько китов нарисовал. Кит не карта, он уплывает. Так вот, Мичман Овцин, пойдешь ты к ледовитому морю карту снимать и проверять, как там киты твои плавают. Пойду, мой государь, на боте пойду. Бойкий ты. Кто твой учитель? В последнее время лейтенант Чириков. Ты уж учеников имеешь. Бьешь ты их часто? Как по закону положено, два раза в неделю. Но Дмитрий Овцин, государь, науки крепко помнит. А с плетьми крепче науку помнить будет. Крепче, Мичман? Абрам Петрович Мичману подари мою готовальню. Тебе, Чириков, поручаю до отъезда отобрать в морской академии дюжину молодцов, таких как Овцин, чтобы шли к ледовитому морю. А ты, Беринг, когда вернешься, расскажешь, что там видел. Дожить бы мне. Государь, дни ваши будут долгие. Но вы утомлены сейчас великими заботами и огорчениями. Заберите карты и идите. Трудно мне. Вот лежишь, а где край своей земли, не знаешь. Катя! 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 Трудно мне. Вижу край жизни своей. С каждой почты стану писать. Раз в четыре в год письма получать будешь. Теперь я уже знаю, мы никогда больше не вернемся к Урсовцу. Катя! Я еще раз буду тебя ждать. Почему ты напросился в эту сынку? Я буду сердцем своим здесь, возле тебя. Митя! Я и уезжаю. Ты не торопись. По ассамблеям не рыской, учись. Ну? Будешь на Ледовитом океане, он тебя доучит. С Богом. Трогай. Петер. Прости меня, Петер. Тебя. Меня. Тебя. Алексашке, сохрани голову. Прости мошенника. Бумагу. Я ему напишу прощание. Отдайте все. Все. Императур. Умер. Люди! Сюда! Императур умер! Прости мошенника. 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 Продолжение следует...